Привет зрители! Land Cruiser 300 сегодня с нами на поле, да на трассе будем пчать и изучать новинку от Toyota. Легендарное наименование флагман Land Cruiser, самый Land Cruiser всех Cruiser и даже LX сейчас от Lexus, который родственен Toyota, но премиален, уступает новому 300. Более того, даже несмотря на то, что комплектации только представлены будут еще неоднократно меняться например, гидропневмы пока еще нет, как раз она на том Lexus LX новом и появится, я думаю, все равно этот автомобиль нужно выбирать нужно выбирать и даже когда Lexus появится Land Cruiser будет по-прежнему крузерить и наслаждаться оптимальными возможностями Ха! Да? Хорошо задвинул? Пожалуй, да Пожалуй, да, потому как машина все равно очень дорога, что Lexus, что Toyota, но, сами знаете, Toyota это лучше, чем вклад в банки самое правильное Единственное, хотелось бы колеса, конечно, побольше явно колесные арки просят что-то такое серьезное Здесь 18-е катки, как говорят в народе АТ-шечка от Geolander Сзади, кстати, проглядывают дисковые вентилируемые тормоза и все это на раме, да на мостах Вот сзади, соответственно мост классический да, неразъемный и неразрезной а спереди как раз разрезной, то есть независимая подвеска Вот такая вот ситуация, друзья Поэтому Toyota ставилась верно к себе, но колесики ну, явно, да, вот хочется побольше побольше, но все это обеспечит максимальные ходы Будем поле проверять, естественно Естественно Ну и далее вернемся, опять же к самым разным версиям Это Comfort Plus Сейчас есть еще Elegance, который на самом деле раньше, чем Comfort Plus что удивительно, да, то есть кажется, что наоборот Elegance по логике развивается серьезнее Нет Вот это Comfort Plus как раз в 18-й годке И есть еще 70-ка Но не классическая 70-ка которая, да, вот недавно была с 1ХЗ, там все дела Как недавно, там больше 2 года уже прошло Тем не менее 70-ка юбилейная версия на 20-х колесах Вот тоже ее надо будет взять и изучить обязательно Но двигатель там точно такой же 415 сил V6 Twin Turbo Ух, да Ух Скажут Как так? Где восьмерки? Где эти там миллионные движки? Да не нужно это сейчас, друзья Не нужно это, друзья Потому что Toyota'sкие моторы всегда были хороши и в данном случае теперь никогда не была такой мощной версия Никогда не было 415 сил Теперь есть Правда, можно было 450 сделать Может даже 500 Ну, будем ждать тюнеров Посмотрим Прыгаю я за руль и продолжу свой рассказ И самое интересное что нас сегодня ждет это, конечно поле Кто скажет Ну, ты же на кроссовер туда съезжаешь, да? Но нам здесь главное не сколько проверить как машина гребет Гребет Land Cruiser идеально потому что теперь где-то вот здесь скрывается как всегда вся самая мощь весь самый сок скрывается за спицами блокировка не только сзади но и спереди в общем все это залочишь и едешь настолько насколько тебе хватит твоих собственных силов потому что ну максимум лучше сделать нельзя грубо говоря все залочил и все это крутится едет насколько хватит ваших там возможностей грубо говоря в том числе финансовых в общем Land Cruiser нынче да Toyota решила что да идите вы что-то всякие китайцы да с блокировкой спереди мы теперь тоже можем ну ждем такое же кстати на Прадо решение с блокировкой спереди и вообще и по мощности тоже надоели говорить что объема много мощности мало вот нате вам 415 сил ну а может дальше даже накинут еще турбина как известно позволяет позволяет легко мощность увеличивать ну довольно болтать все ждут поле там напишут опять в описании мол поле скоро там 10 минут там или 12 или 15 но перед началом друзья конечно на заезду нужно уделить внимание важному аспекту впереди впереди зима тяжелые морозы как говорится несмотря на глобальное потепление и я вам буду рекомендовать супер устройство от Беркут вот смотрите кстати отличный какой-то стал бардачок такого аллигаторного типа прям и аж двойной сдвоенный и что здесь раскрывается у него бардачки устройство от Беркут объемное мощное в 1300 ампер тока при этом не только позволяет прикуривать автомобиль да кстати кто скажет ну вот Toyota ты говоришь она надежная зачем это устройство держать здесь друзья знаете зачем вот бывают случаи разные покинули покинули автомобиль на полгода а клемму снять забыли и в итоге естественно по причинам которые все вы знаете да только разряды есть вы достаете Беркут включаете здесь соответственно литий полимерный аккумулятор который намного больше держит заряд и подключаете при этом несмотря на то что здесь заявлены 8,5 литров можно крутить главное здесь не в том что объем а в том что когда вы подключаете энергию автомобиль сразу начинает крутить кондей там насосы всякие еще что то и тратит что называется те самые амперы и здесь есть запас активируете подключаете и поехали чух-чух-чух-чух-чух да вот как я стал пользоваться потому что у меня ветр просто испортился поэтому друзья Беркут со мной Беркут позволяет мне это сделать и даже в случае чего зарядить мобильное устройство это классно ну и даже есть фонарь классно безусловно безусловно причем от USB Type-C до USB Type-A с разным вольтажом с разной нагрузкой и доп доп да это мы уже видели на крышечке и доп 15 вольтовый выход чтобы быстро все это дело крутить например компрессор в общем сказка устройства всем рекомендую друзья плюс не забывайте есть акция от Беркут вы берете отправляете любой свой старый пускозарядник в Беркут за счет самого кстати Беркута и наслаждайтесь промокодом в обмен на это устройство в фирменном магазине будет доступно ссылка в описании вперед наслаждайтесь продукцией если у вас нет пускай чай ничего выбирайте покупайте новое устройство и долго и верой и правдой будет вам служить причем более того очень удобный как видите кейс не будет у вас болтаться где-то аккуратно с переносочкой с карманчиками крайне продуманное устройство великолепное вот так вот всегда с вами в автомобиле супер ну мы продолжаем с трехсоткой которая стала ну интереснее не просто ну интереснее а реально много интереснее да главное что машину еще сделали легче это класс версия комфорт плюс не то чтобы хотел ее прям очень подробно изучать потому что нужно либо самую простую смотреть либо самую полную и огонь специальную в данном случае полная это 70 универсари на момент обзора потом у нас ГР как раз для любителей ух кому надо не просто по асфальту ездить а еще съезжать ух да и для тех кто прям хочет по минимуму интересно в любом случае у нас смотрите мультимедиа система Apple CarPlay Android Auto это прекрасно причем самое интересное что позволяет понимать что у тебя карта есть видите в данном случае Янекс работает класс класс но мы друзья поедем с вами куда на поле конечно конечно на поле вперед вперед V6 вперед 415 коней вперед 650 момента и 10 передач постоянный полный привод в общем счастье полное с блокировкой всего и вся я обязательно изучу на Уфроде вариант обязательно не бензиновый дизельный вот дизель если нужно куда-то съезжать дизель все-таки поинтереснее будет на мой личный взгляд да и мы потихонечку съезжаем на бездорожье здесь хочется отметить что подвеска пружинная да то есть мы ждем мы ждем вариант соответственно в будущем от прежнего поколения наверняка ее поставят и будем смотреть потому что здесь есть ЕКДСС система измененная обновленная тоже в итоге получается так что с этой ЕКДСС даже пружинами автомобиль воспринимается как пневмон предыдущего поколения ну то есть полность хода на заглядение уж не знаю как 20 колеса будут обрабатываться 18-й ел идеально ну и сейчас посмотрим все у меня включено все активировано давайте режим поставим единственное что спорт плюс ну для пущего драйва и кайфа активирует систему контроля наблюдения за полосностью все на трассу выезжать пускай не возвращает кстати вот пока мы еще не поехали да хочу отметить следующее здесь гидравлический светиль руля но чтобы например обеспечить постановку в ряд здесь еще электроактуатор есть который может влиять на управление вот так сочетание классики нового осмысления автомобиля и мы получаем пожалуй один из лучших равных недорожников возможно лучший потому что сейчас несмотря на то что здесь есть рама сзади мост и вроде все то же самое едет абсолютно по другому давайте проверять ну что Toyota покажи что ты можешь педаль в пол подброс газа ух как хорошо метет хвостом да спровоцировал машину и пошел ESP постоянно работает ну что проверим как вот это да держит автомобиль ох как так активируем ох как ничего себе и педаль в пол я постоянно держу вот это да вот это вот это да вот это возможности прыгаю прыгаю вовсю по полю несет потому как естественно друзья дерн мокрый как вчера идет мерзкий дождь ну как она да как она проходит то все друзья вот это да вот это Toyota просто педаль в пол тупо давишь и руль крутишь вот оно будущее а как же она идет восторг просто вот это да невероятно ну здесь прям потушивает к сожалению говорит эй условия слишком сложные давай ты должен справиться я тебе помогу да вот это да вот это да по соображениям безопасности ESP помогает вовсю потрясающе скорость в данном случае не я ограничиваю автомобиль ух как вот это да даем угла немножко подправляем дерн конечно не позволяет особо рулиться ну и дела ну и дела я просто да я просто скольжу на этом дерне и разворачиваюсь реально очень сложное покрытие ну посмотрите посмотрите это нереальная нереальная тема ну то есть поэтому как вы понимаете не тормозить не ехать совершенно нереально приходится так вот действовать кстати из плюсов внедорожности тут скажешь ну надо же надо же активировать систему надо там лочить как они называются дифы я уже забыл да реально класс едешь просто тут нереально ехать тут просто просто беда с покрытием но автомобиль все делает правильно и давая движение в то же время держит да в то же время держит траекторию класс сейчас ради интереса выключу стабу да у нас тут много всего очень много всего и скорость можно регулировать да то есть и самые самые разные варианты есть движение даже авторежим класс это надо изучать на самом деле это надо изучать сейчас у меня нет такой задачи у нас легкий проселок ралли режим для того чтобы проверить подвеску проверить как она идет то что если едет хорошо быстро по разбитым участкам да легко то будет ехать где хочешь так ESP ESP давайте выключать где она спряталась я так прям прям такой адреналин я ловлю вообще потрясающий автомобиль мне очень нравится ТРС выключаем все выключаем ну посмотрим как пойдет сейчас да и интересный момент да будет держать передачу где она первая а первая это посмотрим а она держит передачу она держит передачу друзья и висит на ней это друзья прекрасная настройка что она дает ну как что то что вы можете да ехать и регулировать скорость не электроникой а двигателем да то есть вы железно регулируете забрасывая ох как она как ничего себе как она начинает да как она начинает мотылять без стабы стабы это это сила и вы едете просто меняете да движениями соответственно да что-то 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 тяжело здесь ехать без стабы да замыленные колеса думаешь сейчас поедем нет идет я могу я могу лучше чем стабы работать друзья да вот это Toyota вот это ох как как ее раскручивает да но я справлюсь я справлюсь у меня получается прекрасная подвеска просто прекрасная вот это работа вот это работа всех систем 18 колеса конечно плюс кто хочет тот может соответственно поставить побольше но так вы ехать просто не сможете то есть ну у вас будут пробои у вас будут пробои даже здесь они в общем-то не то чтобы совсем уж далеко но позволяет автомобиль идти идти вообще восторг просто ох как я да как я умею ох рулить знаете друзья не повторяйте это я могу себе позволить вам не рекомендую видите даже чуть было не запутался в руле но справился стабильность от Toyota позволяет это делать ух как а и все равно видите кстати что интересно система стабилизации все равно где-то есть где-то есть но где-то далеко она прежде всего касается именно пробуксовок как я словил кайфец а потрясающе ой Toyota может да Toyota позволяет себе скорость драйв и это пружина что же будет на гидропневме как же она может с какой скоростью она может идти я не представляю восторг так что Toyota получает большой жирный плюс за то что во первых она держит передачи это очень правильно во вторых стабилизация работает отлично и вы видели да то есть реально быстрее там с удержанием машины где надо сложно пройти то есть она начинает растаскивать по коридору в общем система стабилизации работает четко и выбирает нужно тот угол который необходим для удержания автомобиля распределяет момент правильно далее ну класс класс конечно реально класс реально позволяет реально позволяет крупный автомобиль двигаться как ты хочешь с запасом с невероятным конечно запасом я реально я реально в восхищении автомобиль здесь нарочито кстати еду медленно ну можно ходом проскакивать ну зачем нам ходом мы же на суперавтомобиле так ну что понижающий ряд вы хотите наверное ну зачем он здесь мы же на мы же на как хочешь так и едем ничего не блокируя да ух как тебя да вот это вот это тебя тащит в сторону просто ехать назад ну ситуация видите с дорогой просто невероятная просто все все в этом в грязи в дерне колеса не травленные и даже на скорость 5 км в час держака нет видели как она прет как она прет на сверхусогих скоростях потрясающий автомобиль конечно здесь мы остановимся поедем ну да это конечно не препятствие Toyota это фигня ни контакта с грунтом ничего крузак это конечно мощь это сила вот за что его любят да ну вряд ли кто-то так будет наверное летать но тем не менее мы с вами проверили мы изучили мы поняли что новое осмысление Toyota это восторг это восторг автомобиль не то что да как-то вот он все это перерабатывает он позволяет еще сохранить стабильность и при этом да нет такого что ты ух там ешь тебя там вправо потянуло влево потянуло ты не контролируешь прекрасно контролируется автомобиль рулевым газом плюс контроль по удержанию передачи раньше такого счастья не было теперь есть вот она Toyota какая вот она супер мощь да вот здесь вот кстати момент тут скажешь ну вот ты выезжаешь с дороги ты не помыл колеса друзья я не знаю как помыть колеса простите меня ну что вот не выезжать на дорогу это дорога реальная да то есть это реально существующая дорога что делать ну как выбегать с мойкой ну от того же беркут и мыть это дело идея кстати идея давайте так и делать в будущем но в будущем поэтому прошу меня простить включаем системы все если нам уже пригодятся авторежим поехали поехали посмотрим как полный привод вытащат ну и ждите испытание полного привода с дизельком я это планирую здесь все понятно здесь все понятно автомобиль идет сногсшибательно подвеска держит прям услада услада просто для того кто ощущает автомобиля потрясающе на удивление но главное очень высокая мощь очень высокая мощь великолепная тяга и я честно говоря даже не знаю ну давно так по полю классно не скакал девятка ехал по сухому а это по мокрому и старт как вот они вот они только что по полю летели месили там да и теперь как спорткар ускоряемся вперед да стрелку закладываем вот это тойота вот это друзья автомобиль новый лэндкруйзер это что то это что то но единственное что видимо жертвой смягчения стал капот потому что он как то придачески вибрирует смотрите как у крышки да там видимо потоки проходят да и крышку заставляет слегка изгибаться особенно это видно по грязи да которую мы сейчас накидали это это странно честно говоря не влияет на максимальную скорость по большому счету да то есть как то звук лишних не издает но тем не менее потливый глаз скажет а что это у моего супер стабильного крузака капот трепыхается как странно а почему ну честно говоря это единственное что можно сказать ну для пущей статусности наверно крышку не стоило так облегчать чтобы она была более стабильна а так как идет а как волшебный автомобиль ей только что по полю скакали теперь идем по трассе уверенно без каких-либо ограничений ну ради что ограничили скорость увы он есть 210 км в час соответственно к сожалению ну может кто-нибудь его снимет может кто-нибудь его снимет и раскроет функционал автомобиля кстати интересно сведометр очень сильно забирает скорость в плюс аж почти на 10 км в час зачем опять же я так понимаю что колеса могут быть намного больше профиля и соответственно диаметром ну то есть как минимум можно на на две границы по профилю вверх уйти в общем здесь вопрос есть явно что решил Toyota задел какое-то сделать то есть 10 км в час это много это позволяет хороший запас иметь ну и педаль в пол с хикдауном как прекрасно отрабатывает автомат вообще удивительно конечно насколько насколько быстро стал Land Cruiser насколько здорово он ходит это невероятно тормоза тормоза кстати да они вполне эффективны возможно если ехать по серпантину можно их там хорошенько прогреть в базовой езде у меня этого сделать не получилось даже с перепадами едет хорошо тормоза кстати по новому сделаны без усилителя как такового то есть все это дело делается через блоки ABS соответственно все это усиливание педаль несколько висковата но это не раздражает напомню худший худший настройок тормозов сейчас это у кого ну даже не у Влада Калина и не у соответственно Буаза Патриота да а у Кадиллаков XT5 XT6 XT6 вообще худший худший вариант вот реализации именно этого без вакуумной настройки то есть педаль какая там вообще невнятная непонятная здесь слегка висковата такая вяжущая педаль но зато понимаешь что машина не самая легкая в целом тяжелая педаль не заешь слегка вяжет газ просто нормальный нормальный скорость задаешь как нужно ну едем дальше а посмотрим что касается рамности то она не ощущается я вообще не знаю как это так сделало и вообще зачем здесь рама тогда если автомобиль едет как кроссовер мне не очень понятно потому как позволяет просто ехать совершенно легко вот я не чувствую в этом автомобиле внедорожника что касается езды по асфальту вот только что мы перли по полю внедорожник без вопросов да просто бух ешь бух ешь просто прорываешь проселок да и бух в данном случае это не пробой подвески а прям удар мощный под их бездорожью отечественному но как у них получилось сделать автомобиль чтобы двигаться по обычным дорогам столь хорошо не знаю единственное что выдает внедорожность это крены они несмотря на кдсс высокие эти руль доворачиваю еще больше крена не критические да дальше после того как крен еще до дубленного уровня дойдет начинаются сдавать шины то есть на четкость управления или на то что ты как-то не уверен в автомобиле этот крен никак не влияет ты не говоришь что это внедорожник поэтому мне так ехать быстро не надо можешь смело ехать как хочешь трехсотка выполняет все эти маневры ну ура ну кстати в плюс управляемости знаете что вошло именно почему восьмерки скажем так ну не то что печаль что их нет они тяжелые были и недостаточно поворачиваемость спровоцировали а здесь все полегчало развесовка улучшилась и машина стала более нейтральная более приятная по движению плюс 10 передач которые уверенно друг друга меняют и настроены корректно получается в итоге прям супер транспортное средство ну запороли короче поворот друзья ничего я с этим сделать не могу трафик есть трафик дороги общего пользования для реальных возможностей автомобиля они ну можно выезжать на полигон но там непонятно шкафи а здесь все понятно это Toyota Land Cruiser 300 которая действительно крузерит как называли крузаком да не зря теперь не просто крузерит невозмутимо и бестолково теперь ешь и еще удовольствие получаешь руль прям в ноль сам естественно выходит тяга при этом умопровозначительная да там 6 секунд сотни думаешь ничего си вот это да вот это да ух когда уже прям реальный кайф реальный кайф от движения ух ух едем дальше едем дальше будем ждать конечно следующих версий очень интересен дизель дизель очень интересен новый в 300 сил здесь у нас сил поболее но отмечу что дизель мне кажется по расходу у нас 22 сейчас он где-то так колеблется 22-23 расход если активно ехать если сбавить у вас вот видно отсечки 20 литров соответственно 10 литров посредине то есть автомобиль будет есть 10 литров на трассе при скорости 100 сейчас посмотрим да все таки важнее вот здесь можно хорошо видеть прям пошла наружу потому что шины не держат если было сухо они начали пищать АТ-шка АТ-шка ну реализовать всю эту мощность ей очень сложно очень сложно ничего не поделать нужно как раз те 20 катки или может даже 22 их официально нет но наверняка можно воткнуть и у вас там круизер получится суперавтомобиль кстати вот это все значит удивляет сзади мост сзади мост который должен он весит он тяжелый неразрезной должен пинаться как-то таскать машину вправо-лево этого не происходит как Тойота умудряется так настраивать не знаю свой рамник я не могу непонятно да он предыдущих с этих вариантов тоже не прыгал но здесь прям вообще то есть естественно четкость не такая прям чтобы была острота но при этом удивляешься то есть вот он предыдущий смотрите грузит да отклоняешь руль хоп пошел хоп не надо не отлавливать ничего потрясающая скорость и при этом да нет такого что ты летишь там на все как говорится деньги да и если что-то пойдет не так ты уже там что называется если не повезло то не повезло надоел этот дождь если честно просто задолбало уже еет это все смотрите ну грузак никогда так не клал стрелку если честно да показывая какие-то безумные значения 210 км в час ограничение ну шина причем лейнг скорости V у них 240 в общем ждем мы конечно тюнингаторов может что-нибудь придумывать с этим делом то же так сбавляешь и 10 передач делать свое дело 150 соответственно ниже 2000 ну 140 ладно Лендер сильно врет напомню при этом никаких проблем с перестроением с торможением да то есть крупный большой внедорожник легко снует по трассе с абсолютной уверенностью я введу одной рукой не потому что пижон потому что машина позволяет это делать на удивление на удивление нужно притормозить пожалуйста можно было сделать маневр но вы так не любите скажите вот там кто-то может стоять правда дорога просматривалась и никого там не было но сделал более грамотно и слава богу на удивление быстро все это туда-сюда переключается при этом никак не тупит не замедляется то есть как только мы выбираем значение равномерно двигаемся сразу в ворота падают а 10 передач в общем огонь огонь действительно круизер хотя все говорят ну то же самое ни чертают друзья не то же самое это переосмысление с сохранением той концепции максимальной надежности невозмутимости при движении да и теперь у нас еще добавили драйверского кайфа и можно теперь прям просто лететь не лететь как будто думаешь не естественно для автомобиля теперь высокие скорости не просто по прямой да даже с поворотами воспринимаются как самосообразумение что вот это да вот это да вот это да как то а вот так вот так Toyota сотворила удивительную ситуацию внедорожник у этого автомобиля выдает только то что крейнс достаточно интенсивно все а так как так как так круто настроено да как так идет потрясающе здорово передача меняет ну думаешь ну дела ну автомобиль а оооо мой разочек смотрите вот эти ваг не строят такие автомобили да вот омарок пробовали построить дорожники так и не сделали а ауди мск видите тащит вот так вот невероятно конечно удивительная история создания потрясающего автомобиля с любой точки зрения можно не знать справа надо бежать вот так вау вау короче я вам скажу так достойно очень достойно чем отвечать конкурентам бог его знает бог его знает будем ждать вот сейчас вот после трехсотки инфинити обновленной возьму но думаю что может там с рулем что-то сделай конечно здесь ааа как она ходит а как она идет невероятно трехсотка а то есть я не знаю какая здесь максимальная скорость комфортное движение можно ехать 180 я быстрее просто не езжу сами понимаете соображением разумного ограничения скорости для себя самого но скорость там 130 140 150 160 она вообще не чувствуется потрясающий автомобиль теперь он не просто потрясающий тем что он там супер вынослив или способен там ездить 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 сколько ты там хочешь грубо говоря пожирая ведра теперь он невероятно классно едет при том же самом расходе грубо говоря и даже меньше если когда не давить то есть 10 литров у вас будет но это я вот летаю кашалел какой у меня способ влажнения так 10 литров будет ну а кто хочет действительно экономить ну дизель дизель вперед 300 сил теперь небольшое размышление кстати по поводу всех этих дизелей кстати камера омывайте камеру заднего вида появился про задние все эти там истории сейчас перестроюсь надо было настроить видите как льет не туда умыватель про сейчас нальем круиз у нас тут адаптивность соответственно есть сейчас мы все это сделаем как бы удобнее настроим все на 137 дистанцию выберем так вот что интересно у нас сейчас нету для лайн-крузеров двигателей оптимальных с точки зрения отечественного рынка по эксплуатации почему ну прежде всего тойота сейчас показывает максимум по своим автомобилям соответственно то есть вот новая абсолютно новая машина новая абсолютно мотор и там трансмиссии все такое 1415 сил 299 300 из 415 просто престижная максимально крутая версия которая там без компромиссов она так и должна быть супермощная то дизель он должен быть 249 сил конечно и я думаю что в будущем такая дефорсированная версия появится скорее всего это факт слишком большая переплата за хвост 250 сил момента удели так много 249 сил вполне достаточно чтобы не чувствовать потерю тяги где бы то ни было это точно поэтому я смело вам могу рекомендовать кто вот кто не просто большинство посмотрят потому что это легенда это новая машина которую все будут хотеть все ее будут ценить уважать потому что она очень крутая и желанная но дело не в этом а в том что потом через 10 лет хотя Toyota настолько медленно дешевеет что даже мне кажется через 10 лет она большинству будет недоступна ладно не будем о грустном так вот выбирать нужно конечно версию дизельную и в 249 сил поэтому будем ждать эту версию посмотрим может быть восьмерку вернут обратно ну вряд ли уже конечно сертификацию надо заново делать скорее всего то не будет лишь ограничить давление надува и все сверху соответственно для дизеля и будет такая эко-версия во всех смыслах слова ну реально зачем было показывать дизель в 300 сил я не очень понимаю ну не тем кто про автомобиль рассказывает а тем кто рекомендует их для реального приобретения реального изучения я не вижу смысла 300 сил в 249 было бы хорошо может быть надо было гораздо сделать там 300 сил отдельная версия 299 соответственно точно такую же просто дефорсированную ну мне кажется было бы интереснее именно вот с вау-эффектом потому что говорит что машина классно едет это одно а говорит что в эксплуатации она вам будет доступнее в том числе по административным препонам это другое ну совершенно потому как кроме технических к сожалению характеристик есть то что ну мешает искусственно все эти административные налоги сборы и все там прочее да какие-то требования безопасности и все такое ну давай сейчас расстроится наверное этот расстроится геленвагин хотя нет он расстроиться не может это же лэнд крузер его обогнал наоборот наоборот должен говорить вот он покоритель истинный покоритель супер супер тяги мощности ну будем ждать в общем V8 можно было даже V8 оставить ценителем потому что V8 это ну та версия которая даже 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 задумывался легенда пускай легенда питает легенду да вот движущая легенда она не будет лучше ехать она будет скорее всего даже уступать силу своей там тяжести будет больше расход потому что больше объем естественно больше расхода как правило но был бы интересно был бы интересно почему кстати скажут больше расход ведь там же да потому что там же турбины и у V6 турбины и у V8 турбины это не атмосферка и поэтому естественно расход меньше не будет потому что допинг есть турбированный вот так вот а и даже когда турбина не работает наоборот у малообъемника расход будет меньше ну металлоемкость меньше в общем логично там на самом деле да сами понимаете что потери на собственное трение меньше V6 и естественно КПД из-за этого будет выше так вот не будем куда-то я ушел не в ту степень вывод следующий 300ка огонь едет для автомобиля с рамой невероятно круто невероятно восхищающе восхищающе по рулю по педалям по работе коробки по взаимодействию с окружающей действительностью очень круто ну а полноценный такой не самый глубинный но все же обзор я снял в городе таки там мысленно кидал будем ждать мы ГР соответственно турбодизель и 70 универсия надо показать потому что там мультимедиа другая и сзади кстати там самоблок то есть разные версии посмотрим что устаканится в итоге в России что останется что выкинут не знаю там маркетологи должны ее почесать ну вот но зачастую не очевидны их решения лично для меня это прощаюсь это была трехсоточка она соответственно лучше двухсотки вне всякого сомнения ни одно и то же совсем ни одно и то же совершенно другого уровня автомобиль казалось бы в той же самой концепции я с вами прощаюсь пока всем мощь всем тойоту и наслаждайтесь моими видео разные автомобили но всех я их всех я их люблю как бы быстро по полю и не ехали пока